Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет. Книга Джона Роу «Обнимите меня, пожалуйста». Джон Роу – английский детский писатель и художник. Родился в 1949 году в городе Кингстон-на-Темзи в Англии. В 1969 учился рисовать в Ричмонском колледже искусств в Лондоне. Свою первую детскую книгу Джон Роу написал в 1990 году и продолжает писать и иллюстрировать книги до сих пор. Его книга «Обнимите меня, пожалуйста». Книга о том, как колючий ежик с добрым сердцем нашел себе друга, а также о потребности каждого человека преодолеть расстояние, отделяющее его от других. Книга Джона Роу «Обнимите меня, пожалуйста». Про ежика Элвиса, который их больше всего на свете хотел, чтобы его кто-то обнял. Но никто не отваживался даже прикоснуться к нему, ведь он был таким колючим. Куда бы Элвис ни пришел, все только качали головами и отворачивались. И вот в один прекрасный день его жизнь изменилась. Жил-был ежик Элвис. Колючий такой, зерошенный, как щетка. Или пучок сосновых иголок, или... Ну, сами придумайте. В общем, с этим Элвисом никто не хотел обниматься. А он так мечтал, что его кто-нибудь обнимет. Крепко-крепко. Он, понимаете ли, был еще маленький. Идет ежик по улице, видит, кто-то с кем-то обнимается. Он сразу «И меня, и меня, ну пожалуйста». А ему говорят «Катись отсюда, колючка». В парке многие обнимаются. Кто на лавочке, кто на травке. И меня обнимите. Ну, хоть разочек, просит Элвис. А ему говорят «Отцепись, репейник». На футболе тоже обнимаются. И спортсмены, и зрители. И ежик наш тут как-то. Ура! Гол! И меня обнимите. А ему говорят «Убери иголки, мяч проколешь». На вокзале вообще все только и делают, что обнимаются. «И меня обнимите. Ну что вам стоит?» – подпрыгивает Элвис. А ему говорят «Топай отсюда, кактус на ножках». Вот и в больнице. Вы только посмотрите. Все обнимают своих родных и друзей. «Может, и меня заодно кто-нибудь обнимет?» – вздыхает Элвис. А больные ему «Нет уж, спасибо! Хватит с нас уколов». Однажды ежик не выдержал. Ухватил какого-то дяденьку за штанины. «Давайте с вами обнимемся, а? Ну всего на одну секундочку». «Сперва побрейся!» – буркнул дяденька и зашагал дальше. Бедный Элвис уже было совсем отчаялся. И вдруг он услышал грустный-прегрустный голос. «Ой, неужели меня никто никогда не поцелует? Все бы отдал, вот честное слово, за один единственный поцелуй». Это был крокодил Рокки. С ним никто не хотел целоваться. Все говорили, что он ужасно некрасивый и слишком уж зубастый. «Не плачьте!» – воскликнул Элвис. «Я вас поцелую прямо сейчас!» «Дружище!» – взревел счастливый крокодил. «Дай я тебя за это обниму!» И он подхватил ежика на руки и крепко-крепко прижал к своей груди. Элвис очень, очень обрадовался. Он даже зажмурился от радости и звонко чмокнул Рокки прямо в нос. Так колючий ежик Элвис с добрым сердцем нашел себе друга. О приключениях друзей ежика Элвиса и крокодила Рокки мы сможем с вами узнать из книги Джона Роу «Хорошо, что я такой». Ежик Элвис оказался очень любопытным. Однажды, тайком от своего лучшего друга крокодила Рокки, он отправился погулять по лесу. В лесу ежик неожиданно загрустил. Его новые друзья, лесные обитатели, оказались необыкновенно красивыми и талантливыми. Элвис решил, что все они лучше его. Ежик был еще маленький и не понимал, что каждый в этом мире по-своему ценен и неповторим. И надо всегда помнить, что ты хорош такой, какой ты есть. От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз еще вернется. Субтитры сделал DimaTorzok